Внимание! Производится аудиозапись телефонного разговора. Специалист 303 задавайте ваш вопрос. Добрый день! Скажите, пожалуйста, а с кем это нужно решать вопрос для участия в параде Дедов Морозов, инвалидов-колясочников? В прошлом году было сказано, что нужно обратиться в Мингородсполком, и они помогут организовать все это, сделают группу поддержки какую-то, волонтеров. Управление диалоги только звонит. Слышу вас. Добрый день! Скажите, пожалуйста, а как можно получить разрешение или какую-нибудь информацию на то, чтобы участвовать в параде Дедов Морозов, который в Минске будет проходить? 212-376-351. Управление культуры? Добрый день! Добрый день! Это вам надо перезвонить нашему специалисту, который занимается новогодним мероприятием, и у нее уточните. Добрый день! Добрый день! Я не могу вам сказать, это вам нужно уставать в администрациях района. Я не знаю, как они формируют Дедов Морозов. Это только они решают, да? Я не могу дать вас разрешение, потому что это же не мы формируем Дедов Морозов. Мы просим, а нам это все предоставляют районы. Поэтому вам нужно обращаться в администрацию района. Вообще, это же Дедов Морозов организовывать Минго-рисполком. То есть, администрация района, мы выступаем в нем тоже как участники. Ну вот меня просто как раз Минго-рисполком к вам и направил. Ну а еще такой вопрос. У меня дело в том, что я хотел бы не один в этом участвовать, а у меня есть друг, у которого есть проблемы с двигательным аппаратом. И вот мне интересно, как этим заниматься. Мы с другом увидели это там в новостях, и он сказал, о, классно, я тоже хочу. Ну, смотрите, вам лучше сразу непосредственно уже с советским районом это обсуждать. Ну, я вам не буду говорить, что можно, что нельзя, потому что, ну, непосредственно вы же не со мной будете по итогу работать, да? Ну, вы уточняйте, потому что, ну, как бы, я могу, например, работать с индивидуальным предпринимателем, который находится в центральном районе. Вот, в советском районе тоже будет такая практика. Вот, вы хотя бы для себя сначала уточните, как бы, можете вы принять участие или нет, и тогда уже будете, ну, далее решать по поводу друга. Да, слушаю. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, мне кажется, я вам уже звонил, вы Мария Валерьевна, да? Возможно, звонили. А в центральный район входят дома до 39-го, включительно. Хорошо, тогда, наверное, поступим следующим вопросом. Давайте вы мне оставите свой контактный телефон, да, а я тогда уточню, ну, подавали мы уже списки или нет. Повторюсь, что я хочу не один участвовать, а с другом, и для меня это очень важно, у которого инвалидность. Хорошо, тогда давайте я вам перезвоню сегодня, максимум завтра. Хорошо, спасибо большое. Куда я записываюсь? Да, Жанна Романовича, какая кировница коментета по праце, занятости в социальной обороне Менхар-Ваканка. Ну, это не наша организация. Да, да, но просто, я разумею, послухайте-ка, ласка. Но Жанна Романович отказалась, что коли там взвернуться, записаться за год, то можно это все организовать. Да, квось, мы заразь пробуем, но не что нас кидать по кабинетам. А те, кто занимается организацией этого парада, вы не обращались в эту организацию? Мы взвертались. А ваш вопрос вносится к организации Минского городского исполнительного комитета. Ну, так вы ж так само, так вы ж так само Менхар-Ваканкам, не? Нет, мы структурное подразделение, которое подчиняется Мингородского исполнительного комитета. Другая спроба дотелефоноваться до Ирины, Миколаевны, Дудки. До какой мне пора развернуться? Сократарка комитета по праце, социальной обороне населенства. Ну, по-моему, вышло. Ну, давайте еще раз. А может у них нарады с самой Марианной Щеткиной? 22 разы я телефоновал на этот номер. Да, я слушаю. Добрый день, Мария Валерьевна. Да-да-да. Смотрите, у нас уже сформирован список участников, да? Угу. Поэтому, ну, наверное, в этом году мы вам предложить ничего не сможем. Скажите, а насчет друга моего как-нибудь что можно узнать? Наши ответы. В этом году у нас уже все запланировано, поэтому в этом году просто уже мест нету элементарно даже поучаствовать. Дело в том, что говорилось, что сформируют целую отдельную группу из там людей-инвалидов. И если только обратиться заранее, все это, я вот сколько ни пытаюсь это все сделать, все никакого отклика нет. Ну, вы можете как зритель прийти посмотреть, правильно, концертную программу, которая будет возле ратуши. Хотелось вот именно пройти с другом, который в коляске. Нет, я понимаю, но с другой стороны ему, наверное, тоже тяжело будет правильно пройти, тем более это еще зависит от погодных условий. Ну, там же целую дорогу перекрывают, там несложно, особенно если они ее чистят, ну, то есть он с радостью хотел это сделать. В этом году пока ничем не сможем помочь. Продолжение следует...